Монастырь Аркадий – один из самых известных монастырей Крита. Он расположен в 15 километрах к юго-востоку от города Ретимна. В монастырь часто организуются экскурсии, также можно приехать на рейсовом автобусе из Ретимна. Когда возник монастырь – неизвестно. По различным версиям монастырь основан в V веке императором Аркадием или, что более вероятно, в XII веке монахом Аркадиусом. Известно, что в XIV веке на этом месте была построена церковь Святого Константина. Современный облик монастырь приобрел в основном в XVI веке. Был построен новый большой двухнефный храм – католикон монастыря. Храм окружен прямоугольным комплексом построек, внешняя сторона которых образует прочную стену, делающую монастырь своего рода крепостью. В пределах стен размещались келли монахов, страноприимный дом, покой настоятеля, хранилище, цистерна, мастерские. Как говорят венецианские хроники, в монастыре Аркадии было около 300 монахов. Монастырь обладал большими земельными угодьями, был центром образования и искусства, имел крупную библиотеку. Важными направлениями деятельности были копирование рукописей и золотое шитье. В начале XVII века монастырь стал приходить в некоторый упадок. В середине XVII века Крит был захвачен турками, монастырь был разграблен, а монахи изгнаны. Однако вскоре после присяги Хусейну Паше, монахам было разрешено возвратиться и восстановить монастырь. Также турецкими властями было даровано право звонить в колокол. Монастырь сумел частично восстановить свое значение как крупного духовного образовательного и сельскохозяйственного центра региона. Но монастырь Аркадий известен прежде всего своей ролью в национально-освободительном движении против иго Османской империи. В 1866 году на Крите произошло крупное восстание, центром которого стал монастырь Аркадий. Хотя по мнению опытных военных монастырь был плохо приспособлен для обороны, восставшими было принято решение оборонять монастырь. 8 ноября 1866 года 15 тысяч солдат турецкой армии при 30 орудиях окружили монастырь и начали штурм. Внутри находились только 260 вооруженных мужчин и около 700 женщин и детей. Силы были неравные, монастырь был взят, и последние защитники монастыря подорвали пороховой погреб вместе с собой. Всего во время боя погибло 845 критян и взято в плен 114. Только единицам удалось скрыться. Турки потеряли в два раза больше, около 1500 солдат. Эти события вошли в греческую историографию как геноцид Аркадий. Восстание было подавлено, но привлекло внимание всего мира к ситуации на Крите, что в конечном итоге через 30 лет привело к освобождению острова от власти Османской империи. Восстановление монастыря началось уже через несколько лет после восстания. В 20 веке ремонтно-восстановительные работы проводились уже одновременно с историческими и археологическими исследованиями. Первая музейная экспозиция была организована в 1933 году. В 21 веке Аркадий остается действующим Ставропегиальным монастырем. Монахов сейчас не более десяти. Праздничные мероприятия проходят 21 мая, в День памяти святого Константина и святой Елены, и 6 августа, в День преображения Господня. Особо отмечается 8 ноября, День памяти событий 1866 года. В этот день и в городе Ретимна, и в монастыре организуются парады, выставки, соревнования и другие мероприятия. Ежегодно монастырь посещают тысячи туристов. Вход в монастырь для туристов платный. Внимание сразу привлекает монастырский храм с необычной архитектурой фасада, удачно сочетающий элементы готики и ренессанса. Безупречная обработка камня и деталей рельефов свидетельствует об отличных мастерах. Северный неф посвящен преображению Господню, а южный святым Константину и Елене. В конце 20 века при капитальном ремонте в храме были обнаружены фундамент старой церкви святого Константина и несколько захоронений. Многие помещения зданий монастыря доступны для осмотра. Во многих из них размещены музейные экспозиции и художественная галерея, посвященная истории монастыря и событиям 1866 года. Экспонируются сохранившиеся рукописи, старинные иконы и облачения, подлинные предметы, относящиеся к эпохе критского восстания, работы старых и современных художников, вдохновленных историей монастыря. Кое-где на зданиях можно заметить повреждения, оставшиеся со дней осады. Сохраняется и засохший кипарис с обломком снаряда застрявшим в стволе. Помещение взорванного порохового погреба оставлено без свода в память о героизме защитников монастыря. В нем находится инсталляция на основе картины, изображающей последние секунды перед подрывом бочек с порохом. Немного западнее монастыря, в здании бывшей мельницы, хранятся останки защитников монастыря и находится галерея скульптурных известных героев его обороны. В монастырской лавке можно приобрести книги по истории монастыря, иконы и местную сельскохозяйственную продукцию.